Это новости среды в прямом эфире репортера. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. В Суворовское отделение полиции обратилась одесситка с заявлением об избиении и изнасиловании ее 18-летней дочери. По словам женщины, насильник преследовал девушку от магазина и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, напал на нее. Преступник закрыл своей жертве рот, нанес несколько ударов по голове и потащил в кусты. Личность насильника уже установили. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Ивановского района Одесской области. Непонятна ситуация людей, которые были свидетелями, но не сообщили ни в полицию, не сообщили ни родственникам. По этому поводу мы сейчас разбираемся. Более того, нам пришлось несколько суток искать этого негодяя с использованием тех же, спасибо, журналистов, которые помогали, активистов, которые через соцсети помогали установить этого человека. Ну, на сегодняшний момент он задержан. Статья 152, ну, часть 2, опять же, задержан в порядке статьи 208. Суд изберет ему меру пресечения. Надеюсь, она будет адекватна его действия. В Одессе автомобилист застал врасплох вора возле своего авто. Злоумышленник пытался обчистить салон машины и к тому моменту уже успел украсть видеорегистратор. Владелец решил остановить вора, повалил его на капот, но вскоре на него напал сообщник бандита, вооруженный ножом. Пока вор садился в машину, сообщника потерпевшему удалось запечатлеть на видео нападавших. Сам владелец машины не получил ранений, а злоумышленникам таки удалось сбежать. И одесситы стали свидетелями дерзкого ограбления на перекрестке Екатерининской и Малой Арнаутской. Воспользовавшись тем, что автомобилист чинил под капотом свою машину, грабитель в считанные секунды похитил из салона мобильный телефон. Это запись видеорегистратора уже в распоряжении полиции. Обращаем ваше внимание, что грабители передвигаются на Мазде третьей модели с госномером ВН-9678-НН. И народный депутат Украины Сергей Кивалов на брифинге в здании парламента прокомментировал принятый накануне закон об образовании. Отмечу, что он подразумевает 12-летнее обучение в школах, сокращение обязательных предметов с 22 до 9 и сдачу внешнего независимого оценивания после 4 и 9 классов. Парламентарий негативно оценивает эту реформу и сам за закон не голосовал. Я десятки лет работаю в системе образования и поверьте, мне профессионально знаю, не понаслышке, что нельзя делать то, что мы сделали сегодня для школы. Из 20 тех поправок, которые были предложены мной, это такие радикальные, которые просто мы настояли, об этом говорили и 9 было принято все-таки. Но такие, как, допустим, питание в интернатах, забыли. Потом вопросы, связанные с обучением и питанием в школах, тоже забыли. Ранее Сергей Кивалов неоднократно обращался с депутатскими запросами на имя премьер-министра Украины и добился возобновления государственной субвенции на организацию питания детей младших классов. Кроме того, президенту Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета удалось сохранить систему профтехучилищ и колледжей во всей нашей стране. За последнее время закрыли почти 100 профессионально-технических училищ. И мы говорим, что это хорошо. Нет, это не хорошо. Политика государства должна быть повернута лицом к профессионально-техническому образованию. Это самое главное. Также народный депутат отметил, что Украина нуждается в проведении реформы образования, однако изменения эти должны быть комплексными. Реализация реформы возможна только в диалоге между правительством, работниками образования и науки и общественностью, считает Сергей Кивалов. И тем временем правительство Украины выделило деньги на ремонт взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр. Геннадий Труханов назвал решение Кабмина настоящим прорывом, который сделает одесситов еще на один шаг ближе к общей цели. Это европейский город с современным аэропортом. Напомним, что в январе президент Петр Порошенко предложил Одессе самостоятельно искать деньги на ремонт полосы. В свою очередь губернатор Максим Степанов пообещал начать ремонт полосы уже в этом году. И огнем решили бороться активисты патриотических организаций с символикой МВД России. В одесской гостинице «Континенталь» они обнаружили, по их мнению, провокационные настенные часы. Добрый день. Скажите, вы знаете, в какой стране вы работаете? Знаю, в Украине. В Украине? А что за вас такое? Молодец. А в чем дело? Оце, вот, что это? Министерство внутренних дел Российской Федерации, Триколор. После короткой беседы с персоналом активисты вынесли часы на улицу, облили их горючей смесью и подожгли. Охрана гостиницы предпочла не вмешиваться в происходящее. Контрабанду и махинации с растаможкой разоблачили в Одесском морском порту. Оперативники Управления защиты экономики совместно с работниками Генпрокуратуры и пограничниками провели обыски и обнаружили три контейнера с одеждой известных мировых производителей. Их везли в Украину вне таможенного контроля. Стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен. Составляли фиктивные документы об осмотре контейнеров и предоставляли недостоверные данные о наименовании товара должностные лица Одесской таможни в сговоре с представителями одного из местных предприятий и отделом противодействия таможенным правонарушениям. Теперь их обвиняют в злоупотреблении властью и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. И снова проблемы у жителей Суворовского района. Трамваи на поселок Котовского с 11 сентября ходить не будут. Причина – это капитальный ремонт развязки в районе Пересопского моста. Таким образом, на неопределенный срок приостановливается движение трамваев номер 1, 6 и номер 7. Департамент транспорта Горсовета готов компенсировать такие неудобства жителей Суворовского района выделением большего количества маршруток в направлении густонаселенного поселка Котовска. И подводный мир теперь доступен абсолютно каждому. Одесские дайверы, волонтеры и итальянские пловцы с эсминца Луиджи Дюран де Ля Пен, который гостит сейчас в Одессе, помогли увидеть красоты подводного мира людям с ограниченными возможностями. С начинающими аквалангистами пообщался мой коллега Дмитрий Богомолов. Ощущение свободы. Ты ни в чем не ограничен и можешь плавать, как говорится, как рыба в воде. Погружаясь под воду, попадаешь в сказку, рассказывают начинающие дайверы. Ограниченные возможности не помеха для того, чтобы овладеть аквалангом, маской и другим подводным снаряжением. Главное – внимательно слушать инструктора и выполнять все команды. Одесские дайверы, волонтеры погрузили на глубины Черного моря не одну сотню пловцов. Сегодня у нас люди, которые в основном первый раз погружаются, естественно, это все в лайт-режиме, который нам надо комфортно завести человека, чтобы он получил удовольствие максимально. Поэтому глубины здесь, естественно, небольшие. У нас сейчас нам надо... Самоощущение глубины – это 3 метра или 30 метров принципиально нет разницы. Главное – комфорт, соединение с подводным миром, потому что здесь рыбки. Все хорошо. Главное, чтобы нам тут всегда благоприятствовали погодные условия. В этот раз помогали одесситам и гости нашего города. Опытные аквалангисты с итальянского эсминца. Они без проблем нашли общий язык с участниками погружений. Татьяна раньше профессионально занималась теннисом. После аварии ампутации ноги не опустила руки и открывает для себя новые хобби. Я профессионально занималась спортом с детства. Грала в теннис после травмы, после того, как приехала в Вантажевка. Конечно, возможности играть в теннис не было. Нещодавно я делала протест, ну как нещодавно, 8 месяцев. И сейчас начинаю восстановить свои физические данные, физические возможности. Это интересно. Понимаете, как мне 25 лет, еще есть масса вещей, которые я не встыгла спортировать. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал Репортер. Тем временем городская власть планирует заключить новые долгосрочные контракты с одесскими предпринимателями по аренде прибрежных участков. А также сдать в аренду свободные участки, общая площадь которых составляет около 90 тысяч квадратных метров. Оформив земельные участки, мы сегодня приведем в порядок нашу прибрежную зону. Привлечем дополнительные средства к поступлению в бюджет. И я думаю, как результат, в целом, эффективность использования земли плюс привлечение дополнительных инвестиций в инфраструктуру позволит сегодня улучшить наше побережье. Мы параллельно еще занимаемся определением полосы прибрежной, которая тоже будет в помощь при оформлении документов землепользования существующих предпринимателей. В общем, все это в совокупе, я думаю, даст первое и повышение порядка 10 миллионов бюджета и второе, как бы установление прозрачных и законных отношений с предпринимателями прибрежной зоны в частности. Волонтеры просят помочь ожоговому отделению больницы водников. Там сейчас начался ремонт, но денег на него не хватает. На работу отведено всего три недели, необходимая сумма 450 тысяч гривен. Пациентов временно перевели в ожоговый центр городской больницы номер 10. Присоединиться к акции может каждый банковский реквизит, и вы сейчас видите на своих экранах. Мы приняли решение произвести ремонт в отделении реанимации, в детской палате реанимации и сделать детскую перевязочную. В этих двух помещениях проходит капитальный ремонт, снято все до основания, и будет проведена новые сантехнические работы, укладка плитки, специальная покраска потолка, что требует отделения их нормами. Также проводим мелкий косметический ремонт коридоров, палат, в которых лежат, там расшивают швы, замазывают трещины, идет свежая краска, перекраска и палаты, коридоров, санузла и прочих работ. Поэтому тут дернули шов, полетел кусок стенки, тут дернули трубу, она оказалась гнилой, поэтому смета увеличилась до 450 тысяч гривен. Два часа напряженного обсуждения понадобилось конкурсной комиссии, чтобы определить проект памятника небесной сотни в Одессе. Его планируют установить перед зданием облгосадминистрации на проспекте Шевченко. Из 15 проектов отобрали 4 варианта, все они вызвали жаркие дебаты участников комиссии. Специалисты прислушались к результатам опроса граждан, но при этом приняли свое решение. Я согласен с вами, что общественное мнение не есть догма. Вы здесь профессионалы, вы здесь архитекторы, художники, скульпторы. Вы должны нам высказать свое мнение и на основании отталкиваясь от этого и от ваших голосов, кстати говоря, мы будем тут принимать решение. В результате победителем назвали монумент под конкурсным номером 2. Это композиция из 25 органных труб, увенчанных гербом Украины. Теперь его разработчики получат премию в 30 тысяч гривен, а облсовет тем временем займется поиском денег на строительство памятника. В первую очередь мы надеемся на пожертвование жителей города, на создание такого памятника. Безусловно, в финансировании будет участвовать и бюджет областной, не в 100% покрытии. Мы в скором времени откроем расчетный счет, где любой желающий, кто захочет пожертвовать на данный памятник, собственные средства, сможет это сделать. В ближайшее время облсовет объявит тендер и определит исполнителя работ. Они начнутся сразу после того, как будет найдена необходимая сумма. И в Одесском театре оперы и балета пройдет третий фестиваль искусств «Бархатный сезон». Целью проведения фестиваля является популяризация украинского и мирового классического искусства. Участники действия станут дирижеры и исполнители мирового оперного и балетного искусства. Хедлайнером третьего «Бархатного сезона» станет представленный одесской публике полгода назад авторский проект театра «Современный балет судьбы». Мы решили премьеры прошлого сезона показать зрителю фестивальной программе. Это «Судьбы» первый спектакль и второй спектакль «Спящая красавица». Заканчивается наша балетная программа гала-концертом с приглашенными звездами и нашими любимыми солистами. «Судьбы, которые представлены в этом спектакле, действительно, они мною были вычитаны. То есть это действительно судьбы реальных людей, наших современников. Может быть, некоторые судьбы были чуть-чуть адаптированы под сцену, да, и под балет, вот, по сценарию. Но по большому счету действительно взяты из жизни. Поэтому мне очень нравится еще определение этого балета как документальный балетный спектакль». Третий фестиваль искусств «Бархатный сезон» в Одесском оперном театре стартует 8 сентября и продлится до 17 числа. И к новостям спорта. Футбольный клуб «Черноморец» расстался с шестью своими игроками. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Новый главный тренер моряков «Беларусь» Олег Дулуб принял решение прекратить сотрудничество с Иваном Бабко, Артемом Рахмановым, Денисом Баланом, Евгением Мурашовым, Артуром Новотрясовым и Денисом Норенковым. Эти футболисты получили статус свободных агентов. Я отмечу, что полузащитник Иван Бабко, центральный защитник Артем Рахманов и полузащитник Артур Новотрясов присоединились к нашей команде лишь нынешним летом. Кроме того, трансферное окно закрылось 1 сентября и подписывать теперь можно только свободных агентов. И в субботу на Приморском бульваре состоится ежегодный день физкультуры и спорта. В программе праздника – легкотлетический забег по Потемкинской лестнице, турниры, встречи с именитыми спортсменами и призерами последних ДЭФ Олимпийских игр для слабослышащих спортсменов. Планируются также показательные выступления и фестивали. Цель этого мероприятия – приобщить одесситов к занятиям физкультуры и спортом, а также пропаганда активного и здорового образа жизни. Традиционно город Одесса, как город большой спортивной славы, большого спортивного прошлого, я уверен, не менее яркого спортивного будущего, конечно, мы не можем стоять в стороне. Проводится целый перечень мероприятий, которые будут происходить. Часть из них будет происходить в различных районах нашего города и в общеобразовательных школах, в парках, скверах. Но, конечно, основное событие, основной эпицентр событий будет происходить у нас на Приморском бульваре, Потемкинская лестница, возле памятника Дюгу. Во время забега по Потемкинской лестнице организаторы собираются установить новый национальный рекорд. Мы решили установить рекорд Украины по массовому выполнению упражнения «Планка». Почему именно «Планка»? Потому что это максимально простое, доступное для всех людей упражнение с точки зрения его выполнения. Рекорд будет установлен не по длительности выполнения, а по массовости. Мы заявили 500 человек, но думаю, что у нас будет на мероприятии больше. Необходимо будет постоять 10 секунд. Также многие задаются вопросом, почему такое маленькое количество времени. Для того, чтобы привлечь максимальное количество людей, потому что наша цель действительно нести спорт в массы. И 10 секунд смогут простоять как трехлетние дети, как у нас есть зарегистрированная девочка 2014 года уже, так и пожилые люди. Таким был этот день. Будьте с репортером, с нами интересно. Счастливо увидимся в этой студии.